Компания Xiaomi производит отличные телефоны. Пользовательская среда MIUI мне также нравится. Но вот то, что они практически во все свои приложения вставили рекламу, не совсем хорошо. От неё довольно-таки просто избавиться, так как она присутствует во многих приложениях. Это и музыка, и браузер, и проверка на вирусы, и очистка, которой я часто пользуюсь. Я решил снять короткое видео, где без лишней воды. Мы пройдёмся сейчас по настройкам. Выставим те значения, при которых рекламы не будет на 95-99%. Итак, поехали. Первое. Заходим в приложение. В правом верхнем углу нажимаем три точки. Переходим в настройки. И вы видите здесь две настройки. Получать рекомендации и уведомлять о обновлениях. Первую мы не трогаем галочку, а вторую убираем. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы нам не показывали рекламу. Получать рекомендации – это и есть получать рекламу на ваш смартфон. Итак, пункт второй. Переходим к настройкам. Далее находим расширенные настройки. Далее переходим к конфиденциальность. Далее переходим к рекламным сервисам. И здесь вот галочка у вас будет стоять, скорее всего, на 99% включена. Мы ее выключаем. Это персональные объявления. Нам они не нужны. Третий пункт. Переходим опять же в настройки. Находим расширенные настройки. Доступ к личным данным. И напротив MSA убираем галочку. Дожидаемся, пока дойдет до 0 секунд. И жмем «Отозвать». Четвертый пункт. Мой самый любимый. При каждой очистке, вот когда мы делаем очистку, очищаем кэш-память, в конце всегда выдается реклама. Так как это я делаю довольно часто, то этой рекламы тоже довольно много просматриваю. Для того, чтобы ее удалить, переходим в настройки глубокой очистки. Нажимаем шестеренку сверху. Находим внизу пункт меню «Получать рекомендации». Убираем. Все, больше рекламы мы не увидим. Пятый пункт. Реклама в музыке. Заходим в музыку. Иногда пользуюсь данным приложением и не хотелось бы здесь наблюдать рекламу. Приложение и так не балует настройками, а уже реклама нам совсем не нужна. Для того, чтобы ее убрать, жмем «Настройки». Еще раз «Настройки». Расширенные настройки. Убираем галочку. Из пункта меню «Получать рекомендации». Выходим. Шестой пункт. Убираем рекламу из проводника. Переходим в проводник. Переходим в настройки. Переходим в информацию. Убираем галочку «Получать рекомендации». Седьмой пункт. Переходим в браузер. Переходим в настройки браузера. Шестереночка. Далее переходим в дополнительные настройки. Здесь включаем блокировку рекламы. Выключаем уведомления блокировки. И запрещаем всплывающие окна. Выходим назад. Жмем «Безопасность». Персонализация услуг. Снимаем галочку. Восьмой пункт. Обои. Делаем свайп. Жмем «Обои». Переходим вниз на третий пункт меню. «Настройки». «Получать рекомендации». Снимаем галочку. «Загрузки». Переходим в «Загрузки». Сверху справа жмем. Нажимаем «Настройки». Убираем галочку. «Получать рекомендации». Окей. Девятый пункт меню. «Проводник». Переходим в «Настройки». «Информация». Убираем галочку «Получать рекомендации». И, наконец, десятый завершающий этап. Убираем рекламу из «Плеймаркета». Переходим в «Плеймаркет». После установки приложений, вы, наверное, замечали, у вас всплывает окно, в котором идет проверка программы на вирусы. И также показывается вам реклама. Для того, чтобы этого избежать, нужно сделать всего лишь две простые настройки. К сожалению, у меня они уже недоступны, так как я их убрал. Иди нафиг. Все понятно. После того, как программа установится, у вас будет белое окно, и сверху вот такая вот трехточечная также настройка. Нажимаете на нее, переходите в «Настройки», убираете галочку с персонализацией данных, и также убираете галочку «Проверять приложение после установки». Все. После этого у вас будут приложения устанавливаться, как в нормальном телефоне, и после этого сразу вы их сможете открывать. И также не будет происходить проверка на антивирусе, так как программы уже загружены в «Плеймаркет» и проверены антивирусом «Плеймаркет», это, в общем-то, бесполезные действия. Чуть не забыл. В некоторых видео рекомендуют делать вот такую вот настройку. Переходим в «Настройки после свапа», переходим в «Настройки еще», и здесь убираем галочку «Показывать предложение». Этого делать не нужно, потому что если вы так сделаете, то у вас по нажатию вот этой вот клавиши не будет сверху никаких пунктов меню. Ну, давайте сейчас вот еще раз так сделаю. Видите, будет пустой экран, и никаких очисток, и прочих проверок на антивирусы, полных очисток. Система «Миуи» предлагать вам не будет, поэтому эту настройку, несмотря на то, что некоторые рекомендуют здесь убирать галочку, здесь мы ее не убираем. Это единственная галочка, которую не нужно убирать. И теперь, после того, как мы проведем очистку, мы будем наблюдать настройки программы без всяких реклам и прочей ненужной ерунды. Надеюсь, это видео было для вас полезным, поэтому не забывайте ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Будет много еще чего интересного. Субтитры сделал DimaTorzok